Как вот правильно держать ракетку, чтобы победить? Вот так. Можно я попробую? Да. То есть не вот так, а вот так? Нет, вот так. Вот так. Ого! Так это руку больно. Начинающим крайне сложно, зато восьмилетней титулованной Насте проще некуда. В конце августа девочка выиграла личный турнир в США, обойдя соперников из 52 стран. Сегодня смотрит на более взрослых коллег. Мощная подача, крепкая ответочка. Двое теннисистов по одну сторону корта, по другую их соперники. Тактика. Здесь силу удара сильно не решает. Все по технике, все по тактике. Вот. Сильно бить не надо. Подача, выход к сетке и бить с лета. Такой маневр. Да, маневр. Либо укороченный удар под сетку. Неожиданный. Замахнулся удар и сделал укороченный. Это непередаваемые эмоции. Это накал страстей и психологии. Я советую всем заниматься большим теннисом, потому что благодаря этому виду спорта все смогут познать себя. Сколько калорий потеряли? Слушайте, я не думаю, что много калорий потерял, потому что парный теннис – это не совсем энергозатратный, так скажем, вид спорта, потому что ты играешь с напарником и можешь себе позволить где-то постоять, где-то не бежать и так далее. Поэтому, если бы было одиночное соревнование, я бы потерял очень много. Так, ну, в принципе, даже не устал. Плотно есть перед стартом, кстати, нельзя. Такая примета. Иначе просто не буду бегать. Ну, прям таких не могу сказать прям примет. Наверное, да, то, что вот если мяч проигранный, этот мячик убираю и беру другой. То есть такое есть. Вот, я не знаю, я как-то обижаюсь на мяч. Беру другой. Час с ракеткой бодрит сильнее кофеина. На корте известный музыкант Владимир Кислов. Музыка – любимая профессия. Теннис – любимое увлечение. Благодаря своим концертам Кислов встретил легенду тенниса – бывшую первую ракетку мира Новака Джоковича. В турнире участвовали сотрудники городских предприятий, в том числе и комбината железобетонных изделий. Там трудится 600 человек. Практически все со спортом на «ты». Наши сотрудники также представлены в этом парном турнире, с чем я их и поздравляю. И, в принципе, всех гостей поздравляю с тем, что такие турниры случаются, в том, что появляются победители. У нас есть возможность этих победителей увидеть, наградить. Любительский теннис на Алтае развит высоко, но и профессиональный тоже не отстает, рассказывает отец алтайского тенниса. У нас в крае сейчас, ну вот я давно в теннисе, практически такая уникальная ситуация, когда примерно одного возраста, я имею в виду мальчики-девочки, ну скажем так 7-12 лет, ну где-то, скажем, примерно 12-15 игроков, ну плюс-минус одного уровня. То есть, как бы есть с кем бороться, можно здесь проводить турниры РТТ-шные 9-10 лет и, не уезжая за пределы Барнаула, расти. Сегодня эти юные спортсмены тоже на корте. Открывали турнир и учились у любителей тенниса фишкам и мастерству. Кстати, в любительском парном турнире победу взяли фавориты. Андрей Абрамов и Павел Кученев. И даже травма ноги у одного из напарника не помешала им взять педестал. Победители турнира. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.